Российская актриса театра, кино, мастер дубляжа и озвучивания Елена Анатольевна Шульман погибла сегодня, 9 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, при ужасных обстоятельствах. Елена Шульман родилась 10 апреля 1969 года в Одессе. Отец был военным моряком, мать художник-модельер. После того, как отец вышел на пенсию, семья переехала на Кавказ. Там отец занялся строительством. Елена с детства любила подражать чужим голосам. Умела имитировать звуки. В школьные годы была ведущая детского радио. Обучалась в музыкальной школе, хорошо пела. Окончила ГИТИС, работала в петербургском ТЮЗе имени Брянцева. Снималась в кино, сыграла в сериалах «Ментовские войны», «Игра без правил», «Еще не вечер» и другие. С середины 1990-х занималась дубляжом и озвучиванием в фильмах. Сотрудничала с такими компаниями, как «Ленфильм», «Невафильм», «Пятый канал». Ее голосом говорили с экранов главный герой мультфильма «Карлик Нос», «Ржеволосый ангел Чарли», «Мэри Джей» из «Человека-паука», «Грейс» из фильма «Аватар», «Бри Ван де Камп» из сериала «Чайные домохозяйки». Дублировала мультфильм «Барбоскины» голосом Елены Шульман «Говорит щенок-дружок». Елена Шульман руководила процессом озвучивания картин «Нежданный принц», «12 рождественских свиданий», «Оступление», мультфильмов «Феи», «Американская семейка», «Академия груф». Вокал Елены Шульман звучит в мультфильме 2012 года «Три богатыря» на дальних берегах. Была корпоративным голосом радиостанции «Эльдорадо», «Мелодия», «Балтика». Телеканал «Культура» часто привлекал Елену Шульман к озвучиванию документальных картин. Сегодня, 9 апреля 2023 года Елена Шульман погибла в ДТП. Она скончалась после аварии, которая случилась в центре Петербурга 7 апреля. Актриса попала под троллейбус на загородном проспекте. Женщина обходила людей, стоявших на остановке, и вышла на проезжую часть прямо перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но женщина все равно попала под колесо. В сети один из очевидцев написал, что в том месте, где произошла трагедия, люди нередко обходят по проезжей части толпу на остановке. На место были вызваны спецслужбы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу. По словам ее сына, Шульман умерла в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в 6.40 утра, сегодня, 9 апреля. Она имела сына Петра Шульмана. Завтра, 10 апреля, ей бы исполнилось 54 года. Приносим соболезнования родным и близким, талантливой женщине Елене Анатольевне Шульман. Хотите погрузиться в советскую эпоху, вспомнить забавные отрывки из советских фильмов, увидеть редкие кадры, которые вы навряд ли найдете в интернете. Интересные факты, занимательные викторины и все, что связано с советским кинематографом, теперь в нашем телеграм-канале «Звездные будни». Мы ждем вас, ссылка в описании под видео. Субтитры создавал DimaTorzok